а почему кстати зелена надо будет посмотреть это типа какой-то город в какой-то мифологии потому что я не первый раз вижу прикол с последним городом зеоном начиная не знаю матрицей и заканчивая вот вот этим вот мне кажется что твои волосы они просто бя тушат ну ладно так пацан молится помолимся братья и сестры мать сфера молвила да найдем мы спасение не будем забывать эти прекрасные слова после окончания последней войны прошло много лет и ее пророчество не единственный луч надежды на прогнившей земле где чешат где кишат нечестивые пишат что наша вера крепко она выдержит все и не даст нам свернуть с пути мать сфера не лжет и скоро мы все найдем пристанище в космических просторах помолимся родные мои мир вам братья и сестры ставшие моими прихожанами по всем вопросам обращайтесь к фрэнсису в книжном магазине у входа в зеон приглашение на молитву это задание нет а что это как это а куда а что нихрена их здесь еще хотя логично если меня ждет еще как минимум три локации а то и 4 а то и 5 а то ясно кстати приятно побегать по такой достаточно большой мирной локации он невозможно что я разнесу в конце игры все мы знаем что такое уже бывало в других играх так что революция батенька листовка альянса освобождение зеона горожане откройте глаза зеон полон лжи арка лжет абсолютно во всем и угрожает нашей свободе этот безумный старик путем манипуляции заставляет биотивов держать нас страхи но мы свободные горожане никогда не сдадимся свергнем уже пророка свергнем подхалимов называющих себя стражами аркала свергнем часовых которые пренебрегают защиты граждан и просто поддерживают систему выберем путь к безопасному миру арон представитель альянса освобождение ксиона раскачивает господина раскачивает об давай в мусорку от молодец так что еще это что за солист группы кис кто ты такая постой ты же ангел а тебе все кругом говорят прости я тебя не признал ничего страшного не нужно извиняться хорошо а и сюда ну как осмотрелась наверное наши товары не дотягивают до стандарта в колонии нет что ты это не так пари 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 фонарик что телефон то говорит пойдемте к телефончику а . маршрута активирована от те что а вот это да а все вижу если есть задание не показано с лицательным знаком годится так в кафе мы были так а шо тут какая штука выглядит очень прикольно что там боли пеннис а все понял а нет барри наверное или бери да все типа хозяин заведения офигеть у него место кошерное на главной площади рыбу жарит то есть и он самое безопасное место на земле сих пор я пересекал те вторжи пресекал все вторжения биативов а что у тебя это борода или у тебя комната жизнь железка у него какая-то так еще телефончик алло еба а то есть я теперь должен ну типа ну я даже не знаю убежать минуту мне кажется дольше будет анимация снимания трубки так а что здесь ничего но нам же интересно имей ввиду ангел ходить через путь изгнанника нельзя без особого разрешения я понял хорошо я не могу сделать исключение даже для тебя хорошо про я последует ему предостережению и не пойду по пути ангел или каком-то пути ipcom entrust as ты не вызываешь доверия скажу я тебе дружище внимание граждане недавно мы выявили организацию которая пытается омрачить репутацию пророка аркала и распространяет ложные слухи о часовых просим жителей зеона не доверять заявлением ее участников не поддавайтесь на провокацию злопыхателей доверьтесь нам мы часовые обещаем до конца оберегать покой зеона капитан часовых man это типа man так выглядит ой пропало не получается срывая все эти листовки мы тут можем оружием работать еще один пунктик в кассу того что у у нас здесь вполне может быть миссия какая-нибудь потом так хорошо это такое сбор средств ракета в колонию наше предназначение мы гордые ракетчики зеона работаем над проектом vox veritatis мы хотим разоблачить небесную знать которая пользуется милостью матери сферы и доставить матери наше прошение да найдем мы спасение пророчество не исполнится пока мы сидим сложа руки мы проявим мудрость отвагу и единство и добьемся спасения сами присоединяйтесь к нам уже сегодня что мы собираемся делать проект vox veritatis заключается в постройке ракеты на керосиновом топливе способны достичь геостационарной орбиты земли настоящий момент мы одновременно занимаемся строительством ракеты добываем топливо в пустоши и великой пустыне и собираем удобрения для производства окислителя все собранные средства пойдут на покупку ресурсов необходимых для создания ракеты награды за вклад первый уровень 200 тысяч золотых или больше билет на vox veritatis разрешение загрузить неограниченное количество данных в базу vox veritatis второй уровень 50 тысяч золотых особое снаряжение ракетчика разрешение загрузить двух людей в базу vox veritatis третий уровень 10000 золотых или больше особое снаряжение ракетчика разрешение загрузить данные одного человека в базу vox veritatis четвертый уровень 1000 золотых или больше значок ракетчика потрясающе можно можно заплатить 50к и что получить себе восплейчик вот он настоящий солдат не болтливый очень важно бегемот красный потрясающе охренеть таких надо найти еще 47 штук это слишком много что будете заказывать забылась в лавку устроила здесь раскардаш какой-то о angel из или фальшивые она и лай все жители зеона мне стало известно что в базе данных ангелов нет ни слова о существовании зеона более того в ней говорится что на поверхности земли не осталось выживших и что единственная цель колонии выполнение операции его это доказывает что прибывшие ангелы фальшивки созданные отнюдь не матерью сферой в истинных посланниках матери сферы не может быть изъянов должно быть этих ангелов послал кто-то из небесной знати будьте бдительны и не пускайте их зе он ради нашего города о мать сфера я ужасно согрешил молю прости меня фрэнсис а пока деда тоже она это может читали учиться мистичка да есть ангел пожаловал не лезь ко мне иди своей дорогой агрессив просто токсик индейц и все офигеть я посмотрел на индейца и получил сто процентов опыта ой точков опыта прикольно мудрость прошлых поколений так можно прыгать бильярд нельзя можно только посмотреть на бильярд на бильярд причем посмотреть в специальной позе я понял ну давай послушаем девочку не не хочешь спеть ну как хочешь отношение к клиентуре так себе стоять туда нельзя я тебя раньше на зеоне не видел назовись постой я десантница из колонии значит и ангел и почему ты здесь поглазеть пришла услышала песню и захотел узнать чем дело этого то что я сейчас слышу это она поет я слышу что пророк пустил тебя в город но это не значит что ты можешь заходить кого вздумать только за открыто было идиот правда что еще можно ожидать от того кто всю жизнь нежился в колонии прости что потревожила я не хотела и они и в порядке судя по всему да когда-то здесь собирались толпы гуляк пить и пить а теперь тут лишь пустота пустота и отчаяние тоже можно сказать и об Энне не знаю сколько еще она сможет петь в таком состоянии и зачем я тебе это рассказываю все равно без толку такой вообще не прими это за оскорбление но ты можешь обратиться к нам мы наверняка ее восстановим с нами инженеры десантного отряда что ты серьезно но мне нечем тебе отплатить что ты нам ничего не нужно мне не нужна причина чтобы кому-то помочь ладно значит ты сможешь помочь так удерживайте что-то там кто-то там эй то да ты вряд ли не поможешь нет не обращай на меня внимание такой вообще пассивный агрессивный счет такой типа да нет да ты это ничего не сможешь да кто я такой фаталист у меня вопрос насчет состояние и не что разве инженеры зеона не могут как-то ей помочь к сожалению нет я слышал им не хватает буквально всего доступа к технологиям денег основных ресурсов любые просьбы . осложнят им жизнь хорошо я передам это нашему инженеру что-то тут еще есть покой пока умывалка прикольная забавненько о дай-ка мне еще сто очков опыта индейец давай может на нем сейчас можно будет на фармить нет нельзя очень жаль очень можно нет ну как же так дай колышки ну дай колышки ну пожалуйста дай колышки не дает колышки да его ты просто слоняра какая-то так зион колыбель начинает работу это безопаснейшее убежище созданное усердным трудом и упорством на благо всех жителей согласно указу в первую очередь часовые разместят в колыбели пожилых граждан и инвалидов часовые объявили что последние приготовления скоро будут завершены и сразу после этого начнется процесс заселения колыбель вмещающая в себя 20 тысяч стабилизирующих капсул бесперебойно обеспечивает жильцов энергии и поддерживать стабильную атмосферу предотвращающую повреждения памяти учитывая нынешнее состояние города где перебои с энергией случаются все чаще многие заметили что колыбель позволит одновременно решить проблемы нехватки энергии и общественной безопасности а и общественной безопасности пророк аркал подтвердил что уделяет большое внимание безопасности граждан согласно моему указу колыбель сосредоточиться на сохранении воспоминаний зион пережил много невзгод но мы надеемся что благодаря проницательности пророка и единству жителей наш город возродится надеюсь надеюсь а поки здесь по моему больше ничего нет мне так надоело эта песня они ее вообще не хотят менять спасите зион внимание граждане просим потенциальных жителей колыбели обратиться к нам колыбели вас ждет безопасности покой а также возможность защитить свои воспоминания и помочь зиону с сохранением энергии в период нехватки ресурсов чтобы развеять недобрые слухи о том что часовые насильно отправляют горожан колыбель потенциальные жильцы смогут встретиться с пророком а также проследить за процессом заселения надеемся на ваше активное участие мы часовые и обещаем до конца оберегать покой зиона капитан часовых в ман так что еще вот мы взяли что надо вот тут еще что-то надо давай сначала налево тогда заглянем посмотрим что там у нас за проходит кстати здесь открыто иначе можно зайти правда ну открыто же интересно люблю знаете ли иногда погонять ступа чему по мостовой вполне возможно излюбленные развлечения местных граждан так здесь ничего о пластиковое сердце а да я помню добыла мы находили том 3 по моему сцена 9 полос и куда не оставляй меня пожалуйста афина здравствуй сокровище мое афина милостивая мать сфера зачем же ты научил меня открывать собственную клетку наверно все-таки научила полос понимаю тогда пожалуйста коснись меня в последний раз афина живи без меня в безопасности покойстве палас поймал теперь я никогда тебя не отпущу нафина палас не делай этого палас это ты во всем виновата неисправный насос респиратор мое бедное сердце во всем афина мне жаль мне очень жаль пожалуйста прости палас подключись ко мне как в тот день когда мы впервые встретились как в тот раз когда я познал восторг в ночной темноте мне все еще нихрена непонятно у меня такое ощущение будто это два искусственных интеллекта сидят в чате общаются о тетка я не так много хочу просто чтобы меня не дергали когда я гуляю простите пожалуйста такие тут все нервные так американо от махинетты допустим там нам уже некуда идти дядька ангел в жизни ты совсем не такая как я тебя представлял интересно как у меня представлял могла бы и спросить о правда статья 2 правда отчет рафаэля наша газета получила и впервые публикует секретные внутренние документы компании эйдос автор отчета рафаэля плана по контролю над сми генеральный директор компании рафаэль маркс неужели журналисты молчащие о компании эйдос были внесены в какой-то список поддались ли они на угрозы в деле замешаны представительства ряда различных стран правду раскрыли благодаря показаниям нескольких свидетелей паноптикум созданный для господства в мировой экономике после новой холодной войны грядет эпоха корпоративного либерализма эксклюзивный репортаж нашего корреспондента Куина только в газете так ну-ка сейчас еще одну баночку найдем не найдем а здесь а здесь ничего и не взять ну ладно окей о ищу помощь есть рискованная идея отправиться к солнечной башне в великой пустыне сомнительная информация песчаные бури постоянная угроза нападения биативов и никаких гарантий что мы вернемся в случае успеха сокровища и репутация собирателей тэдди собираю исследовательские группы в группы в лагере у входа в матрицу в великой пустыне задание не задание так задание пока 2 нет а где топ задания ли странно не погоди а что я тогда вот здесь сделал поговорить из нет я думаю что я здесь квест взял а я получается не взял очень жаль ну ладно а а да смотри куда можно зайти видимо будет потом потому что там какой-то кусочек лора а мы кусочки лора очень любим ладно если то что то еще в этой низинке комп из фолоча вы смотрите крутецкая штука хотя не фолоча по-другому компы выглядели но это похоже sister's junk подожди-ка ну да дратуйте а старый друг зион самое безопасное место на земле до сих пор я пресекался и вторжение 5 да ты это уже говорил я вспомнил проси что потревожил братка а ты кто 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 а это еще кто настоящий ангел ну и но мне таких только рассказывали меня твои дела не касаются ходи ладно мне нечего тебе продать о няна торгаш значит так этот автомат не рабочий или рабочий не не рабочий ну конечно же ядра нет и делать тут нечего получается о есть еще один плакатик да будет проклято небесное знать после завершения последней войны прошли десятилетия но мы продолжаем страдать на поверхности в этой кишащей чудовищами разоряемый песчаными бурями выгребной яме мать сфера обещала нам спасение она не сдержала это обещание ни эвакуационного корабля ни спасательного отряда но мать сфера не лжет значит в этой несправедливости виноват кто-то еще и мы все знаем кто именно я проклинаю небесную знать пусть все кто прячется в колонии насмехается над нашими муками постигнет страшный суд они исказили волю матери сферы и заслуживают гореть в аду какие разные мнения преобладают у отчаявшихся людей так что у нас тут годно и что то тут найдешь потрясающе как же прекрасно открывание ящика в этой игре о тихо 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 ну капни опаньки mountain sparkle монблан так подожди наверх можно нет нельзя видимо как есть а вон как спуститься а можно спуститься красиво так хоп здрасте чем тут еще по вроде посмотрим реально свалка о компьютер с улыбочкой как это мило а тут у нас что ну в целом было ожидаемо да мы такие прямо на глазах у владельца 72 упущенных года часть 2 5 вы напали когда было объявлено о становлении нового человечества конкретная причина этого нападения до сих пор неизвестно последняя война отняла у нас все враги забрали каждую крупицу песка каждую каплю воды почему это произошло когда у человечества появились враги на земле может угроза пришла с другой планеты у нас есть только данные извлеченные из воспоминаний нас уничтожили таинственные враги пришедшие неизвестно откуда я рассмотрел не одну версию событий и остановился на единственно возможной мать сферы решила что нам лучше не знать истинной природы наших врагов ее великая воля сперла наши воспоминания потому мы и считаем биотивов неизвестной угрозой ну-ну full story бро так ну вроде все что можно было а не подожди вот тут что-то должно быть тут черек эй уходи отсюда пойми ангел если часовые прознаешь что ты сюда ходят они придут и заберут все что осталось ты что не слышал стоп отсюда живее вали так здрасте о ангел поверить не могу что здесь ангел ты хозяйка этого магазина ну да пока что я от адама он заказывал здесь пульт управления я готова забрать пульт он готов да все готово и даже запасной есть это хорошо посмотрим сколько будет стоить не 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 забирай просто так я слышал что ты прибыла к нам на помощь я тоже сделаю для тебя все что в моих силах правда тогда я его возьму спасибо ну может тебе надо с чем-то помочь а не 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 просто у тебя такой вид будто тебя что-то сильно тревожит что правда от тебя ничего нельзя скрыть ангел ну так рассказывай все по порядку ну ладно какое-то время назад я работала на мусорных равнинах в пустоши тот день на меня напали биотивы пришлось от них бежать и в процессе я потеряла мотоцикл вместе с кофром мотоцикл застрял между железными конструкциями пришлось его бросить иначе я сама бы не выбралась мотоцикл можешь дать мне его точные координаты я скоро отправляюсь в пустошь могу заодно поискать ох спасибо тебе большое так а почему микрофон виден это же такое вот так получше да окей они так вот так вот теперь задание появилось а вот поговорить все я понял нет то задание тоже появилась хорошо все хорошо так что дальше шеф так мы можем вот здесь вот пройтись еще да давайте там может как это поболтать и мы обязательно поболтаем потому что в этой в этой игре полтовня это контент интересный в отличие от каких-нибудь банишеров это ума турка где полтом не слишком много и она из полезного интересного контента превращается в водичку так 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 и что неужто мы сможем открыть ну кто бы сомневался сколько секретов таит себе это место а а а а а как же хорошо а 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 чё а а я не знаю этого языка а еще что то как туда попасть а это а это а а так просто текстурка дионис с дионис ос я уже пять банок ты где-то у себя хоронишь да где же баночки даже ты деваешь баночки так а наконец-то музон сменился а хотя он наверное до этого менялся видимо какое-то прикольное заведение совода музон сменился смотрим выглядит не очень но это поможет мне понять ситуацию в городе в зионе и пустоши есть доски объявлений с просьбами помогайте местным жителям выполняя их поручения у доски объявлений можно отчитываться о выполнении просьб и получать награды от клиентов так ищу брата меня зовут милина я ищу младшего брата аарона обещаю нашедшему ценную награду он среднего роста неприметный ко всем а ко всем добрый он жив в небольшом доме на верхнем ярусе зиона и переправлял разных храм плам на мусорных равнинах часовые сказали что аарон под следствием и не стали помогать мне с поисками вряд ли они вообще могут его отыскать я разместила это объявление потому что не знаю что еще делать если ты это читаешь пожалуйста помоги конечно же помогу пропавший муж мой муж инженер занимавшийся обслуживанием колыбели внезапно он уволился ничего не сказав его внутренняя батарея скоро разрядится и я не хочу на него давить но он до последнего не желал оставаться отправляться в колыбель он так и не сказал мне почему муж не приходил домой уже несколько дней я везде искал но так и не нашла его надо поспешить пока в его батарее еще остался заряд не думаю что он мог уйти из зиона если узнаешь куда подевался мой муж мэтью пожалуйста сообщи мне давай зачем отказываться заседение в колыбель как же мне скучно кто-нибудь поиграйте со мной во что как насчет этого я дам тебе простую головоломку а ты постараешься ее решить секунду секунду если введешь правильный ответ в терминале у лифта идущего пертоку пребывания получишь от меня награду только никаких ответов наугад что ладно давайте щелкнем что ты такое это ребус что я не понимаю блок воды находится рядом с лифтом чертог пребывания разве не потрясающе что в этом разрушенном мире все еще живут кошки те говорят что я выдумываю но это не так вокруг лавки барри ходила славная кошечка черная как ночь увы она выглядела больной и напуганной я хочу найти ее чтобы о ней позаботиться прошу выясните где она на земле еще живет кошка прямо в ксионе спящая красавица привет мне сказали что если я размещу здесь задание им кто-нибудь займется больше трех лет назад моя любимая жена отправилась колыбель надеюсь не что не потревожит ее сон я бы сам ее проведал но не могу приближаться к колыбели по определенным причинам твоему заданию они не относятся прошу проведай мою жену я перешли тебе ее имя надеюсь не все в порядке колыбель кажется туда можно попасть через вот а там забыл я опять так окей я себе взял все ваш вообще ваш ты и кто ангел рада видеть ты не слишком вызываешь симпатию ладно а ты соображаешь ты не первая кто мне это говорит меня часто сравнивают со змеей я роксана скажем так я торгую информацией торговка информации до практические вопросы слухи компромат страхи слабости я занимаюсь всем понемногу мне это нравится ангел ты мой любимый клиент откуда ты знаешь в магазе и стоит относительно дешево я все могу купить так что такое после покупки будет обновлено базе данных это значит а еще можно и несколько эти купить а нет нельзя ok и так информация солнечная башня солнечные башни которые встречаются по всему миру кажется не более чем экологически чистым источником энергии в зионе по-разному пытались сделать так чтобы электричество поступало из солнечных башен в город но сил на это больше нет поэтому теперь все просто прячутся в городе и считают солнечные башни пережитком прошлого самая ценная солнечной башни это ее система терраформирования сеть перехватывает и посылает микроволны от орбиты их помощью она почти незаметно воздействует на магнитное поле земли благодаря чему климат постепенно улучшается производство энергии можно назвать дополнительной функцией но что это меняет сейчас земля это просто бесхозная пустошь здесь остались только дроны которые обслуживают свои объекты разумеется если солнечная башня снова заработает и начнет вырабатывать энергию ситуация улучшится возможно остальные объекты снова подключиться к электросети и вернуться к жизни и что мне это дает интересно так информация банка с появлением блокчейн платформ и их экспоненциальным ростом некоторые компании бросились развиваться в этих сферах бизнеса производители напитков выпускали криптомонеты и печатали nfc на банках со своими напитками затем они продавали эти банки как предметы коллекционирования которые должны были стать ценными в будущем сейчас трудно объяснить какую ценность они представляют так или иначе даже сейчас на на элементы покрывающие такие банки хранят кое-какие заурядные данные многие считают что банки можно использовать только как сырье для производства алюминия но больше они могут они не мог они могут пригодиться тем что интересуется кто интересуется истории мира до его разрушения тому же в нашем мрачном будущем банка из-под газировки может послужить неплохим украшением а а вдруг производители напитков так все и задумывали это просто cool story бро или что и не понимаю давайте еще не стоп стартик